Друзья, это Зона Лазерсона. Сегодня я покажу тыквенную кашу с пшоночкой. Классическая тыквенная каша. Моя самая любимая крупа для тыквы, я имею в виду. И я вам сегодня, наверное, покажу эксперимент. Я сегодня приготовлю тыквенную кашу на плите и приготовлю в мультиварке с давлением. Вот просто для интереса. Посмотрим. У меня сегодня Штеба. Моя любимая немецкая мультиварка. Новая модель с красивым дизайном. Чаша может быть не только нержавеющая, а и с тефлоновым покрытием. Но я потом детали вам скажу попозже. А пока, ребяточки, тыква. Вот мытая тыква, баттернат. Я сейчас ее вот так вот разрежу. Тыкву удобно очищать, когда она нарезана на мелкие куски, иначе может сорваться нож. Можно поранить себе руку. Сейчас я попробую овощечистку. Не, не буду ее мучить, потому что она хорошая, может сломаться. Я ножом. Жесткая кожа. Но зато тыква красивая. У нее прекрасный цвет. Я знаю, ребята, большинство видов тыквы. Хотите, я вам когда-нибудь покажу разные виды тыквы. Надо только их найти, конечно, в одном месте, чтобы провести экскурсию по тыкве. Я свою тыкву почешу и вам расскажу про тыкву. Вот тыква. Сейчас я эти все выбрасываю. Вот четыре куска и четыре куска, да. Я сейчас эти кусочки нарежу помельче. И для чистоты эксперимента я их положу пока еще в холодные емкости, в холодную кастрюлю и в холодную мультиварку. То есть процессы не начинаются. Вот смотрите, вот эта часть тыквы. Эти четыре куска, нарезанные помельче, пока накрою крышкой. И сюда в чашу мультиварки. Теперь пшено. С пшеном есть такой лайфхак. Пшено нужно промыть вначале холодной водой, а потом обязательно кипятком. В каждом зернышке проса, ну эта культура называется проса, есть маленькая дырочка. И в этой дырочке может скапливаться жир, масло, которое есть, в общем-то, в любой крупе. И в этой дырочке это масло может прогоркать у пшена. Поэтому пшено часто горчит. Чтобы это масло вынуть оттуда, из этой дырочки, надо залить кипятком, промыть хорошенько. Этот лайфхак дает возможность убедиться в том, быть уверенным в том, что пшеная каша не будет горчить. Так что имеете в виду. Обильно заливаю кипяток. Вот видите, ребятки, я сейчас вот так вот возьму, да, деревянную ложку. И вот так вот хорошенько промою, перемешаю, чтобы водичка зашла в эти дырочки, кипяточек. Вынул оттуда горечь мне всю. Ну вот, достаточно. Теперь я сливаю кипяток. И давайте сейчас по-честному положим пшено. Ну я вот таким черпачком. Смотрите, вот один черпачок в сотейник, один черпачок в мультиварку. Один черпачок в сотейник, один черпачок в мультиварку. Вот видите, все одинаково. Теперь сахарку немножко. Сахарку немножко. Это уже зависит от вас, как вы там любите, насколько сладко. И обязательно соль. Соль и сахар – это хорошая вещь всегда. Немного сольки и немного сольки. Ну давайте теперь для чистоты эксперимента. Налью я сюда немного кипятка. Давайте будем мерять, чтобы опять у нас все было по-честному. Еще один черпак у меня есть, смотрите. Один, два, один, два, есть. Теперь молоко. У меня ничего не нагревается, видите. Теперь молочко у меня есть. Один, два, один, два. И вот теперь я пока закрою. Вот мультиварка не работает. И я включаю нагрев под кастрюлей. И я включаю режим, естественно, каша в мультиварке штеба. Я могу руками выставить время, допустим, 12 минут. И машина сама сейчас поймет, что я ей задал, какой я ей задал режим. И она начнет работать. Все, видите, она начала разогрев. И теперь мне останется только подождать, когда она просигнализирует, что каша готова. Я вам сказал, что можно сменить емкость на другую. Здесь есть место для конденсата. Специальная маленькая красивенькая емкость. Да, машина сама останавливается всегда, когда она заканчивает цикл. В зависимости от режима она сама стравливает давление. Или не стравливает, если она готовит без давления. Потому что иначе не открыть крышку, если не стравить давление. Она мощная, она очень надежная. Я ее люблю, потому что это у меня уже новейшая модель. А предыдущая модель у меня на почетном месте стоит. Она работает уже у меня лет 6. И ей сносу нет. Так что имейте в виду. Я вам плохого никогда не посоветую. Так что, ребятки, мы ждем. И пока мы ждем, скажу вам, что каналу будет скоро 2 года. 10 ноября. 2 года каналу. Мы находимся уже на грани приобретения 1 миллиона подписчиков. Мы очень хотим совместить даты и двухлетия канала и миллион подписчиков. Поэтому напрягитесь немножко. Ребята, не смотрите канал на халяву, а подпишитесь. И тем самым мы с вами вместе отпразднуем сразу 2 даты. Я у вас ничего не выпрашиваю. Да, вы понимаете, это бесплатно. Не за себя прошу, как говорится. Так что, имейте в виду. Ну вот, ребята, машина встала на 12 минут. Остается минута. Давайте смотреть, что в сотейнике. Вот видите, булькает каша. Тыква. Я еще не могу раздавить ее ложкой. Вот я ее пытаюсь раздавить, пока нет. Как у нас здесь каша. Сейчас я перемешаю немножко ее. Видно, что немножко она недоварена еще. Да, немножко похрустывает еще на зубах. Значит, томим дальше. Ну вот, да, она вот булькает. Видно, что булькает молочко. Вот, машина сказала, что она приготовила. Сам стравлю давление, потому что на этом режиме тут не очень высокое давление было. Она сама не стравливает. Вот я сейчас открыл. Стравим давление. Посмотрим, что здесь. Вот, давайте смотреть, что здесь. Вот идет порог. Вот, посмотрите на тыкву. Она раздавливается ложкой просто о стенку. Вот, она готова. Она полностью готова. Вот, размазывается уже, видите, пшено. Значит, я сейчас эту кашу подам. Можно наливать больше жидкости, чтобы каша была пожиже. Это как кто любит. Я люблю вот такую густую. Вот, видите, тыква разваливается полностью. Сейчас я добавлю еще, добавлю еще немножко. Вот так. Вот, ну и допустим, вот посмотрите, тут у меня процесс идет интенсивнее. Но еще пока, пока нет. Тыква весьма крепкая еще. И каша не готова. По моим оценкам, этой каши надо еще минут, минут 10 готовиться. Пока я в эту положу, в эту готовую кашу кусочек масла. Вот так сейчас маслица растает. И мою кашу можно будет уже пробовать. Я сейчас вот так вот возьму с краюшка кусочек маслица. Вот так вот. Тыква работает шикарно. Здесь такой знакомый с детства вкус. Потому что я достаточно часто ел такую тыквенную кашу в детстве. Знакомый, мощный, хороший вкус. Ждем вторую кашу. Ну вот, ребята, это тоже готово. Еще 12 минут она доготавливалась после того, как была готова каша из мультиварки с давлением. Вот вторая каша, тоже тыква разварена. Повторяю, увеличивая количество жидкости, вы делаете кашу более жидкой. Это уж как кто хочет. Я мог бы даже сейчас ее разбавить молоком, нагреть немножко, чтобы она стала жиже. Это уж как кто любит. И опять шматочек сливочного масла. Очевидно, что по вкусу эти каши одинаковые. Потому что, ну, это только может быть что-то по-разному. Если я разное количество соли и сахара положил в каждую кашу, потому что я добавлял на глаз. А так, вы видите, что идентично, только это, по сути, готовит в два раза быстрее, эта машина, чем на плите. Часто в этом есть резон, ребята. Здесь все равномерно, здесь нет опасности пригорания и так далее. Так что моя штеба, как всегда, на высоте. Я очень люблю. Я люблю вас, друзья мои, я люблю тыквенную кашу. Так что давайте любить друг друга и тыквенную кашу. А я уже иду думать про то, что я буду снимать для вас дальше. Пока, до встречи на канале. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok